В каком году прошел первый вернисаж Берестейской палитры, не помнит даже руководитель Брестской областной организации Белорусского союза художников Павел Рябов. Но за долгие годы своего существования этот своего рода творческий отчет брестских художников стал неотъемлемой частью культурной жизни города над Бугом. Это в некоторой степени даже роскошь, наверное, сейчас творчество. Я очень переживал буквально до вчерашнего дня, что будет у нас. Ну, очередной раз получилось неплохо. Появилось больше декоративных изделий, декоративного прикладного искусства. Как-то наши молодые художники, которые недавно вступили, Чапурная Аня и Татьяна Потворова, ну, скажем так, продолжают удивлять. То есть вот эта новая волна в нашей организации. Вот. Начали появляться работы скульпторов. Вот. Не всех, да. Но вот хороший очень скульптор, который переехал из Витебска к нам, вот представил свою работу. Наконец-то начали появляться объемные изделия. В экспозиции представлено порядка 60 работ 23 авторов. Это живописные полотна, графические произведения, скульптурные композиции и объекты декоративно-прикладного искусства. Большинство имен авторов – маститы и художники. Наталья Черноголова, Тамара Денисова, Николай Кузьмич, Александр Григорьев, Антонина Николая Гущенковы. Рядом с известными мастерами работы молодых – Анна Чапурной-Олейник и Татьяна Потворовой. Вдохновение – это кто-то придумал. Обычно оно есть всегда, когда возьмешь и тюдник, краски, выйдешь на улицу и сразу. Оно приходит во время работы. Пишу то, что вижу, а видеть стараюсь что-то хорошее. Прямо яркое, солнечное, потому что хватает серости в нашей жизни и за окном, и внутри каждого из нас. Поэтому стараюсь ходить на этюды, когда светит солнце, в хорошую погоду, посещать какие-то живописные, интересные места и передавать с этом в работах. Центральное место нынешней берестейской палитры заняла картина Валерия Ковальчука «Первенец». В своих картинах художник представляет свое реалистичное видение жизни. По-настоящему плодотворным оказался год и для Антонины Гущенковой. На выставке известный мастер представила почти десяток работ, впервые попробовав себя в ткачестве. Настоящим откровением стали графические эксливрисы Александра Григорьева, в которых художник представляет свой взгляд на семь смертных грехов. Сама экспозиция сделана очень удачно, и смыслово, и цветово, и духовно. И вообще можно сказать, что это действительно высокое искусство в самом высоком, самом широком смысле этого слова. По-настоящему насыщенным для регионального отделения Союза художников будет 2019-й. Брестские художники станут активными участниками выставки республиканского масштаба с рабочим названием «Арт Брест 1000». А в апреле 2019-го берестейские мастера отметят юбилей своей организации. Надеемся, это будет республиканского масштаба. Мы активно сейчас ищем организации, которые могли бы поддержать нас в этом, и уже какие-то есть предварительные успехи. И наш юбилей, может, не такой большой и круглый, но 70 лет Брестской организации Союза художников. По документам, это у нас в архиве я обнаружил, это апрель 1949-го года образования нашей организации. Приобщиться к высокому искусству и увидеть все многоцветие берестейской палитры выставочный зал на Советской приглашает до 31 октября.